Реконструкция и монтаж уличного освещения в «Заре» идет полным ходом. Силами районных электросетей здесь появились новые подстанции, заменены километры старого кабеля на современно изолированные провода. Сегодня бригады электриков выполняют монтаж уличных светильников и прокладывают воздушный кабель для электропитания. На этом поселке придется заменить около трех километров линии. Ну, она уже будет новая линия, торсады будут новые, новые светильники. Ну, все новое будет, новые узлы учета будут, которые установлены. Вот видите, подстанция, которая вот находится здесь у нас, РУ-04. Это установлено районными сетями. То есть качество будет хорошо, и людям будет хорошо, и детки в школу наши будут ходить, и со школы выходить по освещенным переулкам. Житель хутора Валерий Николаевич перемещается только на инвалидной коляске. До последнего времени его прогулки были ограничены только светлым временем суток. Теперь, говорит, можно передвигаться по хутору и вечером. Это очень-очень хорошее дело. Особенно, как смеркается, ничего не видно. Дорога узкая, сами видите, правильно я говорю? Пешехода нету, приходится по дороге идти. Освещение очень-очень нужно. Держановые опоры. Кабель откинули, 380, по-моему. Уже лучше, напряжение будет. Вот такие-то дела. Над монтажом уличного освещения работают две бригады. Несмотря на погодные условия, все идет по плану и согласно сроку, который согласован с администрацией города. Только на центральной улице их планируется поставить около 20. После бригады приступят к монтажу на других улицах. Полностью уличное освещение в хуторе Заря заработает уже в конце ноября. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...